Устойчивость гарантирована тем, что правительство общего центра массы у нас посередине между ног. Как только мы смещаемся по отношению центра тяжести, смещаем по отношению центральной оси, баланс нарушается. Это заметно часто, когда позиция, если у меня здесь центр тяжести одинаково распределен по отношению к опоре, по центру. Если тумбще смещено сюда, проблема. Сюда тоже проблема. Одинаково на обе ступни. Вот это важная составляющая. Второе. Плоскость таза, если на нее посмотреть, она не должна никак быть наклонена ни влево, ни вправо. То есть вот эти нарушения, они потом сказываются. Причем как в этой позиции, так и в этой. Если здесь тоже таз наклоняется и тулуще, это приводит к подъему. Теперь о геометрии. Сейчас дайте сюда подойдем. Вот смотрите, если это тулуще, таз, это центральная ось. Если мы смотрим проекция спереди, то по отношению к центральной оси ноги должны условно говоря вот так находиться. Это опора, это колено, это тазобедренный сустав. Если у нас идет смещение какое-то, вот такое или еще как-то, то получается дисбаланс. Мы сейчас это проверим в парах. Условно представьте себе, что есть пирамида, которая сходится. В звенку цудачи, если мы смотрим вид спереди, это опора, это колени, это таз. Она должна сходиться как равносторонний приемник. Часто мы что-то вот такое наблюдаем. Или вот такое. Посмотрите, вот смотрите, сейчас у него вот эта нога направлена в эту сторону. Вектор идет сюда. Ступня колена. Та нога сюда. Вот здесь будет оптимальная мощная стойка. Сейчас. Если я сюда надавлю. Нет, нет. Не двигается. Туна будет слабой. Если я чуть-чуть сейчас, достаточно сюда мне сместиться. Как у вас чувство? Видимо. Меняется. Дело в том, что впереди стоящая нога изначально оцентрована была неверно. Когда нога так стоит, когда наносим удар при соударении с решенью, нога переди стоящая должна как будто собирающая линза фокусироваться в центр. Как и сзади стоящая. То есть собирать должна. Сейчас мы над этим поработаем. Второй момент. Это пах. Вот здесь лобок и внутренняя поверхность бедра, они должны соприкасаться. Я это называю замком закрытым. Руку положите сюда и зажмите. А теперь бедра чуть больше свести. Сзади стоящая нога полностью прямая. Сделайте. Ниже. Да. Тя-цин-герпу. Да. Ките. Здесь видите, обратите внимание, таз не закручен. Вот этот сустав, также, как и этот тоже. Значит, шире стойка должна быть. Если не позволяет, да. У вас встало здесь. Колено на конца. Т. Нога опять наружу, видите? И я опять его в этой позиции выдумываю. Опять ногу чуть больше. Сейчас смысл тренировки будет состоять вот в чем. Один стоит за инкуцузач. Я кудзуки камая. Другой в него начинает давить. Необходимо почувствовать, что давление, которое идет в руку, оно передается вам в пятку. Чтобы не было такого, например, я так расставил и вот. Нервный будет. Как проверить? Смотрите. Если я нанес гиапудзуки здесь, теперь партнер мой возьмет два пояса и подведет их к кулаку. Вот центр. Центра не хватает. От опоры через колено фокус сюда идет. Центр. Там нога, если так же провести, пятка, колено будет в эту точку. Если так, видите, так, как будто у нас ступни и колени все устремлено в одну мишень. Фокусируется в одну точку. Может быть, это со стереотипным представлением не складывается. Сам раньше по-другому делал. Ну, это то, о чем обычно не говорят. Но нужно поменять так, чтобы наша техника была эффективной. Давайте в пары встанем. А пока без партера, давайте встанем. Ноги расставьте по отношению к центру. Раномерно. Одну ногу вперед, шагните. Ваш центр посередине. Вот это центральная осевание линии между ног у вас ровно. Видите, вот это у вас нет. Руку поставьте над этой линией. Теперь посмотрите, спросите за тем, чтобы ступня, передистоящая, и колено, как будто оно выходили сюда, в центр. сзади стоящая нога. Сформируйте стойку, пирамиду. Теперь лобком коснитесь внутренней поверхности бедра, закройте замок. Можно вторую руку выстрелить. Вот. Выстрелили здесь. Проверьте, чтобы таз не был в бане. И теперь в этой стойке партнер начинает упираться вам в кулак. Проверяйте позицию, чтобы давление, которое указан, оказыван на ваш кулак, переходило четко в пятку с пол. Сзади стоящая нога. Кого-то назад вообще чудо. Кошу-нукай-тэн, Кошу-это бедра, кай-тэн, кладу, да? Смотрите. Вот если это сзади стоящая нога, она сфокусирована, и переди стоящая, когда я стою в положении шомен, только перехожу в позицию ходьми, все, что вот ниже колена у меня как будто замуровано в пол. Здесь не открывается. Получается, я складываю ногу в коленном суставе и дозабедренном. Вот здесь нужно сложить ногу. Здесь сложить. И когда, получается, я ногу разгибаю, она в туловище выталкивает. Как тренировочное упражнение мы поворачиваемся, если это угол ноль, то на 90 градусов. Конечно, мы можем делать 45, но для тренировки мы амплитуду максимально делаем. Сейчас что будем с партнером выполнять? Можно давайте сделать раздеркнуть. Здесь таз докрутили так, чтобы вот эти если здесь через подобедренный сустав пропустить насквозь, то он должен быть поперек как крест. Моя сейчас задача будет состоять в том, чтобы зафиксировать экран и голень. И мой партнер начинает отводить вот здесь нужно сгибаться. Смотрите. Давай, я держу, а ты поближе подойдите. Это биомеханизм классический. Есть биомеханизм, когда мы поворачиваем колено и у нас работает пятка. Так в боксе делаем часто, да? Вам нужно сейчас вот эту точку сложить и здесь. Расслабьтесь. Отводите ногу. О, не попал, пошла плавить. Забили здесь сустав. Здесь, 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 складываем. Вот, 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 вот она спинарована. Вот этот сустав мы сложили, этот сустав сложили. Колено немножко в сторону шло, ничего страшного. И теперь разгибаем. Да. Оно приводит туловищем движением. Здесь и раз спина вертикально. Обязательно эту точку сложить максимум. И выдергиваем два. Да. Задача партнера этого состоит в том, чтобы скручивать, когда он будет отводить таз в эту сторону, ему захочется повернуть колено наружу. Нам нужно наоборот в другую сторону. И держу просто в обратную сторону. И у этого партнера должно сформироваться чувство натяжения связок. Как тетива. поворачиваете, ворачиваете. Поворачиваете. Нет. Ровно колено. Отводите. Раз. Натягиваете, натягиваете, натягиваете. Т. Заряжается рука и бедро. Здесь натяжение, здесь натяжение. И колено ближе к полу. Да, еще голеностоп. И отсюда получается как механизм часовой. Одна шестеренка против другого. Попробуйте парах. Нужно теперь нам самим это контролировать. То есть когда мы отводим под пылующую позицию хормия, мы должны почувствовать вот это натяжение здесь. Почувствовали и потом передали вперед. пожалуйста рассапьте плечи и грудь. Многих вот сейчас Максим правильно сказал все в груди. За счет того, что кислород здесь диафрагма не работает все как будто плечи робот. наоборот сюда переведите компрессию сделайте в животе а руки расслабьте кидайте ноги просто отвели полностью все только здесь импульс а это расслабьте бросьте пока не напрягайте руку вообще готовились ноги по центру равномерно оставили вверх вверх по центру и отвели таз и здесь сложили пожалуйста не открячивайте назад и толчок ногой и и и и колено держим таз в двери и как вы думаете после вращения где-то ходит спасибо сейчас объясню это у многих такой стереотип если мы рассмотрим вот палку смотрите если она вращается вокруг центральной оси то это возьмем как рычаг плечо половина плечо половина здесь половина массы участвует половина массы здесь когда мы начинаем вращать рычаг слабенький потому что участвует только половина если так будет работать все совсем по-другому это рычаг пополам то же самое совсем другое я к чему и веду посмотрите если у меня ось вращения проходит через позвоночник то половина тела идет вперед половина назад вот этот рычаг от центра до плеча это одно мне нужно чтобы вся эта рама поворачивалась вокруг тазобедренного сустава вокруг этой точки чтобы не было половина туда половина сюда нужно чтобы все шло туда это если ось то мы от нее отводим все сюда и потом на нее наваливаем все то как раз сейчас общались у многих эта точка на диагнозуке назад уходит получается что часть движения мы сами компенсируем нет это есть такие вещи есть например бывает даже что намеренно смещали движение передвижение назад это естественно поединке можно регулировать но базовая техника если нам нужно как можно больше массы скорости вложить движение то делаем именно с таким рычагом большим давайте попробуем еще раз то же самое эта точка неподвижная забедренный сустав от нее все тело назад уводим и потом все тело на нее нельзя назад когда выворачиваем тулы и тщетлили назад теперь следите за суставом не дергайте его назад наоборот на него наваливаемся не вперед если это вид сверху это туловище удар сверху туда удар это центральная севая линия вот одна нога вот здесь колено и под ней ступня вторая от плеча сюда дзуки идет это вид сверху понятно почему туловище не так а так все понимают почему потому что если туловище останется так а рука будет идти так не под прямым углом по отношению к туловище это будет вызывать момент инерции и при контакте с мишенью руку будет вырывать она должна быть поперек туловище если этот центр нет туловище по отношению к руке поперек я еще чуть-чуть докручиваю правильный диет там таз и корпус поворачивает да очень важно чтобы таз и туловище работали в связке и не было такого что я таз поверну на один угол а туловище дорабатываю частая кстати ошибка приводит к тому что позвоночник страдает как единое целое это можно не доворачивать таз еще дорабатывать туловище но дело в том что в итоге тысяча десять тысяч и потом позвоночник помойку посмотрите когда вот этот тазобедренный сустав это ось вращения я этот таз отсюда увожу сюда вот так нога при этом вот эта часть что как было голень она неподвижная а бедро сюда уходит это если вид сверху потом разгибая ногу в тазобедренном суставе я начинаю вращать таз сюда и по касательной здесь вот вектор вылетает удар пока есть вопросы в общем вот эта вот тренировка с фиксацией голени это то предварительным методом мы заставляем то еще работать правильно потом без фиксации то же самое потом уже свернением других средств сейчас будем разбалтывать тазобедренный сустав потому что у многих вроде работает колено работает голень но таз слабо работает специально специальное упражнение будем выполнять это не техника это развивалочки которые мы вставляем в тренировку мы садимся и складываем ноги не в колени прежде всего думаем а здесь можно немножко наклониться и когда мы присели одна нога выстреливает за счет толчка получается я делаю выпад вперед раз два движение именно этой точкой я не колено разгибаю обратите внимание часто делаю так колени вперед это упражнение на разгибании ноги здесь в коленном суставе сейчас поменяем упражнение ту еще можно немножко наклонять вперед здесь расслабить расслабились 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 и вот тут выстрелили готовились самостоятельно работаем видите о чем говорят конечная позиция какая туловище фронтально ноги сходятся как собирающие линзы вот если мы сделали движение здесь вниз сразу конечно именно стойка должна быть еще по 10 раз делайте пожалуйста это была скорее техника да теперь то что мы делаем в зал для того чтобы введрить это между детьми работаем смотрите вот естественная позиция из нее мы формируем будущую толчковую ногу например это будущая толчковая нога я поворачиваю туловище а колено при этом направляю вперед чуть-чуть вперед внутрь эту точку я складываю колено здесь вот у круга сложился и отсюда ногу разгибая эту ногу она меня выдергивает вперед именно используя то что колено сустав и тазобедрение движение получается за счет того что я разгибаю ногу это вообще не важно вот эта нога нам по грабану что с ней происходит она может на месте остаться если вам удобно на месте оставить окей если мне например удобно оторвать пятку для того чтобы больше сюда рывком давайте попробуем потом техникой делать сейчас акцент чисто на ноги и повернули туловище колено сжали вперед здесь сложить не наружу не наружу колено сюда и нога то что ниже колено не будет двигаться только то что выше выбрать вернулись то налево то направо не в нем мы там все делать просто в основном сейчас у всех то же самое и давайте раз присед вот вот эти колено если туда повернулось то вверх не нужно туда направлять прицел прицел не сбивать вперед вот и тем самым у него натяжение лучше еще у него нога здесь согнута здесь и шаг с пятки толчок то есть кстати проблема вот эта часто она к чему приводит многих потом летят связки в операцию частая проблема если не хотите эту проблему то толкайтесь с пятки это нет еще раз ниже колена не двигается а за счет того что мы разгибаем все тело смещается конечно это как вам сказать это очень тяжело выполнять потому что требует больших ресурсов и может 10 раз уже нога устала как можно ближе да как вас позволяет гибкость ступни доказано кстати по поводу того как ступня повернута так это в тяжелой атлетике изучали так плохо так плохо ступни ну для приседа для того чтобы ноги лучшим образом работали где-то чуть-чуть наружу это оптимальное расположение для того чтобы нога работала с наибольшей отдачей чуть-чуть наружу вот так но это не значит что колено наружу мы приседаем уже наружу не нахреной она вот так стоит вот две ступни так я присел хоть ступня туда но колено не туда колено сюда потому что это от обратного видите позиция максим зафиксируй пожалуйста это мое конечное положение мое конечное положение на своем подготовительном движении я должен уже перевести в конечную позицию все что касается колена голени и ступни только разбиваю потом ногу а это позиция подготовительная не должно болтаться теперь добавляем технику здесь присели сформировали хиките сформировали толчковую ногу и отсюда шаг геоху зубки стоп потом другую ногу готовились пожалуйста ноги расставьте по отношению к центру это важно у вас рука будущая должна быть кулак над центром присели хиките ногу зарядили толчок шаг и вместе кстати многие причем проблема нога остается согнутой то есть очень важно на этой фазе до конца ногой дорабатывать именно полностью разогнуть ее в коленом суставе так чтобы здесь мышца сводила от нагрузки и плюс еще один момент у многих почему дуло еще наклонено вперед потому что ягодичные мышцы не работают получается вот так остаетесь здесь нужно в конце чтобы металл вот сейчас ставьте вот сюда поставьте на лягодицу сзади стоящей на них и здесь жестко у многих когда наносит удар здесь нет ничего и встали ногу подсогнули сзади стоящую и сейчас вас как будто током бьет оп жарено не расслабили оп расслабили оп расслабили вот этот момент не упускайте в концовку дорабатывайте обязательно